С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, а большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, будут сняты к 1 июля. В первый день без ограничений москвичи поспешили выйти на прогулки по городу и увидеться с друзьями. В парках и скверах очень много людей, многие не соблюдают санитарные нормы, а ведь ношение масок и перчаток остались обязательными, так как коронавирус еще полностью не ушел. Портал Москва-Баку спросил москвичей, что же было для них самым сложным в период самоизоляции, как пандемия повлияла на их жизнь и поверили ли они в опасность этой инфекции. В принципе, находиться дома в четырех стенах очень тяжело. Хотелось выйти на улицу прогуляться, подышать воздухом. Работать тяжело. В универ ходить не надо. Четыре стены жрут. Просто посидеть дома было сложно, никуда не ходить. Все-таки Москва, здесь можно где погулять, сходить, в кафешке посидеть. Ну, а так, в принципе, да, больше ничего. Отсутствие какого-то свежего воздуха, свежих впечатлений, ну, чего-то такого, каких-то мероприятий, событий. Когда ты сидишь в четырех стенах и ничего не можешь сделать, это достаточно тяжело. Вот лично мне не хватало просто выйти и погулять. Что-то дома сидеть. Плюс приходилось постоянно пропуска на машину делать. Самым сложным? Да ничего, в принципе. Ну, по родителям покаталась побольше, по дачам. Просто смогла пропуск разово делать, и все. Больше с родителями время провела. А сейчас я с 12-го числа работаю, поэтому для меня сегодняшний день ничего не значит. Рабочий будень. Особо нет. Единственное, что в зарплате немножко меньше стали платить, мотивация поменялась. А так, в принципе, да, особо ничего. А, еще поменялось то, что, да, поправилось. И это, наверное, большинство моих знакомых. Мы вот недавно вышли, вчера на улицу вышли, все как-то располнили. Мне кажется, еще вот это, то, что все кушали, сидели дома, еще тоже очень, конечно, повлияло. Надо теперь возвращаться в форму. Ну, мне кажется, сейчас жизнь для всех уже не будет прежде. Все уже будут больше следить за гигиеной, чаще мыть руки, следить за тем, что вообще в руки берешь. Многие потерялись за это время, то, что мы дома сидели. У кого-то был бизнес свой. Вот, например, я потерял, и очень многое потерял. И мне это никто не возместит. Хотя говорят, что будут возмещать и все такое. Никто ничего не будет возмещать. Тем более, я объект потерял. Я поняла, что нужно менять профессию, которая будет важна в случае вот таких вот мероприятий. То есть не хочется сидеть и ничего не мочь сделать в этот момент. Во-первых, мы это расскажем потом детям, потому что я не припомню, они мои родители, что было такое, что мы просто сидели три месяца дома и ничего не могли делать. И, конечно, восприятие поменялось. Даже сейчас ходить довольно страшно, ведь мы не знаем, может, вторая волна будет. Но я на самом деле рада, что сняли ограничения. Мы хотя бы можем выйти и в такую хорошую погоду погулять. Да, коронавирус опасен. Особенно для возрастных. Поэтому возрастные сидите все дома. Из моих близких никто не болел, но я знаю нескольких людей, которые переболели, причем очень тяжело. Я поверила в то, что опасен он для тех, у кого есть, скорее всего, какие-то неврожденные, какие-то приобретенные болезни, какие-то патологии. Ну и, естественно, как и любые болезни, оно просто увеличивает эффект, чтобы он для здорового человека, в принципе, какой-то сильно опасен. Главное, его вовремя, наверное, выявить и вылечить, скорее всего, так. Близких никто не болел. Ну, конечно, любой человек будет верить в это. Везде по новостям крутят, в интернетах, в соцсетях везде рассказывают об этом, показывают видео, видеоролики и так далее. Конечно, любой человек поверит. Как бы все равно какие-то переживания были за семью, за близких и так далее. Да, у меня супруга химик-лаборант. Она с этим сталкивалась. Так что это правда, да. Она опасна, но она опасна для взрослых. То есть кому за 50? Он, говорит, агрессивно реагирует именно на легкие. Из моих близких, прям очень близких, семьи нет, но знакомые моих знакомых, да, переболели, и у них было воспаление легких и довольно тяжелая стадия. Но все хорошо обошлось, однако, да, эмоции. Ну, я не столкнулась, но мои друзья столкнулись, да. Ну, опасно, нет, что, может быть, есть, и кто-то заболел, да, но не в таких глобальных масштабах, как сейчас об этом говорят, и не с такой паникой. Нет, я маску не ношу, перчатки не ношу. У нас, да, у нас есть знакомые, родственники есть, которые сейчас болеют, знакомые болели. Поверили.